Лежать, сидеть, дай лапу. Обычные команды, которые должна знать каждая служебная собака. Но чтобы выучить их, потребуется не один месяц. Для этого животное постоянно дрессирует кинолог. Наталья Углянска с детства мечтала работать с собаками. Сразу после школы девушка поступила в колледж, а после его окончания приступила к работе в органах внутренних дел. Сейчас у Натальи служебная собака, которая по долгу своей службы находит взрывчатые вещества. Ну, наверное, главное в работе кинолога это терпение, трудолюбие, умение, наверное, признавать где-то свои ошибки, искать подход к собаке. Не всегда, то есть получается, возможно, что-то там с первого раза. Возможно, нужно менять тактику дрессировочного процесса, то есть принимать решения какие-то. То есть собаке искать мотивацию, то есть иногда это бывает игровая потребность, да, то есть некоторые собаки, например, как Гасконь, они работают ради меча. Жанна Гаврилова на службу в Госартоинспекцию пришла в 2014 году. По специальности девушка преподаватель информатики, однако с юности мечтала надеть форму и быть полезной людям. Самое приятное в работе ГИБДД для девушки – это работа с детьми. Конкурсы, игры и мастер-классы уже дают свои первые плоды. Количество ДТП с участием маленьких пешеходов снизилось. Также для Жанны важно быть примером для подражания не только на своей дочке, но и для других. Требования к себе ставят серьезные. Дисциплина, это самодисциплина. В первую очередь нужно начинать с себя. Если человек, особенно сотрудник полиции, не будет соблюдать правила, то смысл вообще тогда этой работы. В Росгвардии тоже служат женщины. Елена Борькина, когда в Крыму начали формироваться первые отряды Росгвардии, не задумываясь, решила продолжить службу именно в этом подразделении. До этого девушка работала в следственных отделах МВД. Елена уверена, сейчас девушки могут наравне с мужчинами отдавать долг родине. Мне очень нравится моя работа, мой выбор, профессия. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мои дети пошли по моим стопам. И я горжусь своим выбором. Такие девушки каждый день ломают стереотипы, ведь им нравится то, что они делают. И даже когда многие мужчины называют их слабым полом, они на деле могут доказать, что как минимум равны и в силе, и в мужестве, и в любви к своей профессии, оставаясь милыми и нежными для своих близких. Яна Витренюк, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ.